К нам приходят люди на третий этап медицинской реабилитации после стационара. То есть здесь у нас лечатся пациенты, которые уже с более легким течением заболевания, которые могут приходить к нам и не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. Показанием для амбулаторной медицинской реабилитации является широкий спектр заболеваний. Здесь заболевания опорно-двигательного аппарата и заболевания нервной системы, центральной нервной системы, периферической нервной системы, последствия инсульта, заболевания соматические. Это может быть и заболевания дыхательной системы, бронхиты, последствия пневмонии, заболевания желудочного кишечного тракта, также заболевания лорорганов, восстановление после перенесенного ковида. То есть здесь в нашем отделении уже пациенты должны приходить, иметь возможность прийти к нам. В этом отличие от стационарного лечения. Бывают пациенты с рассеянным склерозом, опять же, это пациенты, которые с определенной, с легкой степенью тяжести к нам направляют узкие специалисты-неврологи. Рассеянный склероз достаточно часто возникает, в основном возникает в молодом возрасте, к сожалению, да. Сейчас достаточно хорошая терапия рассеянного склероза, и люди достаточно долго сохраняют трудоспособность и социальность, и люди могут работать и вести активный образ жизни. Поэтому это не значит, что рассеянный склероз – это не равно инвалид и не равно коляска. Симптоматика может быть различная. Как правило, направляют неврологи, и они уже определяют, что конкретно, какие задачи они ставят перед нами, как реабилитологами. Может быть, и нарушение чувствительности, нарушение зрения, головокружение, слабость в руках, ногах. Широкий спектр жалоб. Ну, они, конечно, не специфические, но есть специальная диагностика, которая устанавливает диагноз рассеянного склероза. В нашем отделении представлен широкий спектр реабилитационных мероприятий. Это и физиотерапия, и лечебная физкультура, и разные виды массажа. Ну, все-таки у нас поликлиническая служба, мы работаем в поликлинике. У нас нет таких возможностей, как в доме отдыха, соответственно. В доме отдыха приезжают не только в саму дом отдыха, но и на природу, на окружающую среду. То есть еще воздействие природных факторов, как правило, в доме отдыха. Здесь мы работаем в городе. Конечно, какие-то возможности мы имеем. У нас, например, есть галлокамера, соляная пещера, где это достаточно релаксирующая процедура. Да, различные виды массажа. Это можно сравнить с домом отдыха, но это не конкурирующая возможность. В соляной пещере создается уникальный микроклимат. Воздух в соляной пещере содержит высокую концентрацию соляного раствора и заряженные положительные ионы, которые оказывают влияние на дыхательную систему, на иммунитет, на кожные заболевания, а также оказывают общее укрепляющее действие, а также расслабляющее, повышающее эмоциональный фон. Как правило, конечно, к нам направляют терапевты с заболеванием дыхательной системы, последствия пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма, а также заболевания лорорганов, фронические фаренгиты, танзелиты, вазомоторный ренит. По каждому пациенту все индивидуально. Прежде чем он попадет на процедуры, он попадет к врачу-реабилитологу. А врач-реабилитолог уже в общем смотрит не только на заболевания, с которым направлен пациент, но и на сопутствующие заболевания. Отсюда, исходя из этого общего комплекса, идет подбор индивидуального реабилитационного лечения. Он приходит на прием к врачу-реабилитологу. Врач-реабилитолог решает, какие процедуры, какие консультации ему необходимы. Если есть какие-то противопоказания, он может направить дополнительно к узкому специалисту. Если противопоказаний нет, он направляет к врачу-физиотерапевту, врачу ЛФК. Назначает лечебную физкультуру и процедуры по физиотерапии и массажу. Стандартное лечение у нас 10 дней, рабочих 10 дней. Есть более короткие курсы по 5 дней, но, как правило, мы стараемся. Полный курс, чтобы человек получил максимальный эффект, который будет закреплен надолго. Поэтому, как правило, мы стараемся 10 дней, чтобы он у нас пролечился. Мы постоянно повышаем свою квалификацию. Постоянно посещаем конгрессы, онлайн какие-то трансляции. Мы общаемся с коллегами. Выгорание помогает хороший настрой, хорошее отношение в коллективе. Это очень важно, когда ты приходишь на работу и чувствуешь взаимопонимание и поддержку. Это самое главное. Пациенты тоже все разные, со своими личностными особенностями. Стараемся подойти к каждому индивидуально. Кому-то достаточно просто разговор врач-пациент. Кому-то нужно уделить внимание как человеку. То есть прислушаться, выслушать, что человека волнует. Потому что все пациенты приходят с какими-то своими проблемами. Это бывают не только медицинские проблемы. То есть мы стараемся, конечно, выслушать. Потому что даже иногда просто поговорив с пациентом, ему становится лучше даже от того, что его выслушали. Мне кажется, любой врач должен соединять. Иметь какие-то навыки, какие-то черты характера. Потому что в эту профессию надо идти человеку, который настроен на помощь. Настроен на помощь ближнему человеку. По-другому здесь никак. Наверное, как в любой медицинской специальности. Мы же работаем в поликлинике. У нас достаточно большое количество пациентов проходит. Конечно, порой бывает, что мы не можем уделить достаточного внимания. В этом сложность, что здесь, это поликлиника, здесь большой поток пациентов. У нас за день достаточно много проходит пациентов. И каждому нужно уделить внимание. В этом сложность. Бывают просто тяжелые пациенты с тяжелой сопутствующей патологией. И здесь мы, конечно, для реабилитации есть свои противопоказания. Мы вынуждены им отказывать, потому что сопутствующие заболевания не позволяют нам оказать полный спектр реабилитации. Тогда мы им советуем консультации узких специалистов, медикаментозное лечение, какое-то, может быть, хирургическое лечение. Поэтому в этом, конечно, сложность. Не всем можно реабилитацию проводить. От 18 лет принимаем. У нас взрослое отделение. Мы принимаем от 18 лет. Приходят 18-летние. Самый взрослый – 88. Ой, вы знаете, бывают удивительные истории, когда 88 лет человеку, он абсолютно выглядит лет на 20 младше, бодрый, веселый, адекватный, с положительным настроем. Поэтому тут не от возраста зависит. Все по-разному бывает. Чаще всего у нас опорно-двигательная система. Колени, тазобедренные, позвоночник, плечевые суставы. Вот чаще всего вот это. Реабилитация – это все то же самое. Физиотерапия, ЛФК и массаж. Очень важная лечебная физкультура в реабилитации. Как правило, у нас пациенты учатся базовым каким-то упражнениям под руководством инструктора. И мы ему советуем дальше дома их продолжать делать, потому что это профилактика последующих обострений. Допустим, упражнения для коленных суставов. Упражнения для тазобедренных суставов. Упражнения для укрепления мышц позвоночника при остеохондрозе. Это специальный комплекс упражнений, которые направлены на конкретную задачу. Это не общая какая-то. Бывает, конечно, что назначают и общие укрепляющие. Но, как правило, это специализирование на укреплении мышц. Допустим, при заболеваниях коленных суставов мы должны укреплять мышцы бедра. Заболевание позвоночника мы должны укреплять мышцы спины. То есть это конкретные упражнения, направленные на конкретную задачу. Заведующая я два года. До этого вот работала врачом-физиотерапевтом. Прошла обучение, специализацию на врача физической реабилитационной медицины. Мне нравится эта специальность. Я осознанно нашла. Приятно. И это откликается в душе, когда люди к тебе приходят на, условно говоря, на костылях, а уходят на своих ногах. В любом случае мы врачи. Мы должны соблюдать медицинские рекомендации. Мы должны все равно соблюдать этику диантологии. Это в первую очередь. Потому что мы на работе. Это наша основная задача. Конечно, иногда получается, что с пациентами как-то им личные какие-то контакты в плане того, что им нравится, они к нам приходят не один раз. То, что люди получают пользу, люди поправляются, люди становятся активными. И когда ты это видишь, это удовлетворение от своей работы. Профессиональные планы. Обучение на ударную волну. Новый аппарат у нас биорезонансная терапия. Мы внедрили новую методику. Мы ее осваиваем. Смотрим, как проходит лечение. То есть набираемся опыта в этой методике. Ну и углубление знаний в медицинской реабилитации. Ударная волна. Это ударно-волновая терапия. Это ультразвук высокой интенсивности. Он помогает при различных заболеваниях сухожилий, даже пяточная шпора, какие-то боли в суставах, боли в позвоночнике. Достаточно эффективная процедура. Биорезонансная терапия. Это новая методика. Она не новая. Просто у нас в нашем отделении появился вот этот аппарат. Он совмещает в себе рефлексотерапию и электролечение. То есть для каждого пациента мы проводим диагностику. И на основе полученных данных составляем ему лечение индивидуально. По определенным заданным частотам. Мы за этот год, когда я пришла, у нас отделение было отделение физиотерапии. Мы за два года создали новое отделение медицинской реабилитации. Проучились врачи, проучились медсестры. Мы все прошли обучение. И здесь много нюансов. Потому что физиотерапия это одно, а медицинская реабилитация имеет свои особенности. Здесь надо помогать пациенту в комплексе. И мы вот за эти два года полностью перестроились, можно сказать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...